В детской библиотеке на Угличе постоянно проводятся мероприятия по историко-патриотическому воспитанию. И постоянные посетители библиотеки знают, что герои – это не только те, кто сражался на войне, защищая свою родину. Герой – это тот человек, который защищал родину в Великой Отечественной войне и даже кто помогал в тылу. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В детской библиотеке решили поговорить о героях родины на примере 73-й годовщины контрнаступления советских войск в битве под Москвой. У Красной армии было меньше людей, танков, артиллерии, но битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки. Александр Григорьевич Лысенко, руководитель Крыльевического кружка Отечества, не участвовал в контрнаступлении. Его призвали на фронт только в марте 44-го года, в 17,5 лет, но повоевать он успел. Начал службу в 12-м запасном артиллерийском полку недалеко от города Дорогобужа. Полк стоял в деревнях. Я уж одну только помню, Андреевка деревня, а теперь деревню забывал. Жили мы в землянках, те, которые остались немецкие, там говорят, лошадей они там прятали. Ну а мы, вот радиозвод наш был, вот такой землянки, два этажа нары, вот, ну ничего, побилили, покрасили исследователи. Воевал он в отдельной тяжелой минометной бригаде. После войны пошел учиться на исторический факультет и 30 лет преподавал в родной школе историю. Сегодня он на протяжении многих лет ведет в детской библиотеке историко-краеведческий кружок Отечества. Рассказывает школьникам историю родной страны, рассказывает про героев России. И в Белоруссии, где он воевал, тоже героев не забывают. Нас приглашал президент Белоруссии на 70-летие освобождения Белоруссии от близко-фашистских захватчиков. Вот, слушали его наступление во дворце республики, там, наверное, по уместимости он такой, как дворец съездов в Кремле. И, ну, это 70-летие освобождения, есть за 65 лет, есть за 60, ну и так дальше. Они узнают о том, кто совершил подвиг, сами себя готовят морально. Вот очень многие сегодня мы узнали, что хотят быть военными, не только мальчики, но и девочки. И, конечно, на встречи такие мы обязательно приглашаем наших ветеранов Великой Отечественной войны. И сегодня вот посвящена контрнаступлению битвы под Москву. И, конечно, их становится все меньше и меньше, кто непосредственно принимал участие. Но я думаю, что сегодня они, побеседовав, пообщавшись с Александром Григорьевичем Лысенко, действительно нашли образец или как пример стойкости, мужества, как надо защищать себя, своих близких, свою родину. И, в общем-то, есть пример для подражания, есть чему учиться. С этого года в России отмечается новая памятная дата – 3 декабря, День неизвестного солдата. И по всей стране проводятся акции «Напиши письмо неизвестному солдату». Не осталось в стране от акции детская библиотека. Лучшие письма детей будут отправлены в Московскую областную детскую библиотеку. Следует отметить, что дети хорошо знают не только историю России, но и историю своей семьи. Меня из родных фронтовиков не было. Все были участниками тыла. Все работали вот у нас вот в Загорске на Зомзе. Я считаю, что они герои, потому что если бы они не работали на Зомзе, не было бы там ни снарядов, ни оптических прицелов, ничего. Однажды прадедушку взяли в плен. Он попросил тот, кто вез, чтобы он хотел сбежать, и его он подстрелил. А стрельнул, чтобы он рядом. Он специально спрыгнул оттуда. Фашисты сказали стрелять, и он стрельнул около него. Прадедушка Суханов Василий Федорович даже не дышал, и сердце у него не билось, пока фашисты все не пройдут. Потом его взяли в деревню, в дом, накормили и напоили. Я с каждым посещением ребят, классов убеждаюсь в том, что растут, растет достойная смена, и растут настоящие граждане нашего государства, те, которые и будут настоящими защитниками, если придется. Но лучше бы было все хорошо. Ирина Самойлова, Алексей Галкин, Феликс Торохов. День города.